Добрый день, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я, Александр Петров. Новости Австралии за 12 декабря 2021 года. И сразу хочу начать с новости о том, что Джошуа Фрайденберг, это второе лицо, фактически второе лицо в нашей стране, министр финансов, заявил, что страна наша открывается и что будет возвращение к предковидному иммиграционному потоку в 160 тысяч человек. 160 тысяч человек это очень маленькая цифра для профессиональной миграции, то есть это будут те же самые тяжелые времена, которые были до того, как началась все это коронавирусия, я имею ввиду для иммигрантов. И соответственно, выехать сюда будет возможно, остаться здесь будет тоже возможно. Это говорит о том, что тот путь, который мы с вами выбрали, дорогие друзья, в основном я имею ввиду Гагарина, этот путь будет работать на все сто процентов. Конечно, если уменьшат профессиональную иммиграцию до 50-60 тысяч, а это возможно после мая-июня. Почему? Потому что будет, скорее всего, у власти либористская партия, а либористская партия сейчас лидирует с ошеломляющим отрывом 55 на 45 процентов и далее идет крушение надежд на победу на выборах либеральной партии. Это очень значительное отставание, которое крайне сложно ликвидировать. Как я уже говорил, такое отставание в истории ликвидировалось, в истории Австралии ликвидировалось только, может быть, пару раз. И не видно, что бы могло поменять ситуацию. Поэтому, если придут к власти либористы, если придут к власти умеренные либералы в какой-нибудь коалиции, не только с национальной партией, но и по договоренностям с крайне правыми, в этом случае будет тяжело, потому что мы вернемся со 160, а прежде было 200, 180, 190. 200 тысяч человек в год эмигрировали. Сейчас мы придем к тому уровню, что 160, а может быть и меньше. Соответственно, мы плавно переходим ко второй теме. А что же у нас происходит с либеральной партией? Потому что эта партия стремительно теряет свои не просто очки, свои проценты, теряет своих членов. То есть, те люди, которых вы видите, отщепенцы-перебежчики, скажем так, но находящиеся внутри либеральной партии, либерально-национальной коалиции, такие как Ренинг, Джерард Ренинг, такие как, ну не знаю, такие как Кристиансон, Джордж Кристиансон, наиболее видные. Они же, собственно говоря, консолидируются с крайне правыми, такими как Пол Келли, такими как Сенатор Робертсон, такими как Полин Хэнсон, но эти все люди, абсолютно все люди с правого фланга, кроме Марка Лейтема, это люди тоже ушли из либеральной партии. Фактически, это либеральная партия. Кэмпбелл Ньюман, это наиболее такой известный человек, который был очень популярным мэром Брисбона и руководителем штата Квинсленд. И либеральная партия толкнула его от себя, но все-таки это либеральная партия, это правые. То есть, правый край просто обламывается. Левый край, такие люди, как Малкам Тёмбелл, их сама либеральная партия оттолкнула. И поэтому мы смотрим на то, что без всякой поддержки у либеральной партии мало шансов победить, несмотря на то, что делает Челшев Райденберг и какой-то степени Питер Даттон. Мы посмотрим, но либерическая партия, это партия, которая отражает интересы наемного труда. Наемный труд не хочет. Рабочие и наемные не хотят, чтобы сюда приезжали, вы дорогие друзья, иммигранты. Поэтому мне легко помогать своим студентам, если либерическая партия у власти. Но вообще для иммигрантов либеристы у власти, наверное, не самое лучшее на данный момент. Мы переходим к третьей новости. И диктатор, руководитель штата Виктория, это где Мильбурн, столица, Дэни Лэндрюс, он впервые использовал свои чрезвычайные такие ковидные полномочия для того, чтобы, ну, все, наверное, напряглись и напугались. Нет, для того, чтобы обмягчить, смягчить ситуацию и отменить некоторые драконовские законы. Закон о чрезвычайном положении. И он был отменен. То есть досрочно этот закон был отменен. То есть вот эти вот диктаторские полномочия, они позволяют быстро не только ухудшать для нас, для всех ситуацию, но и улучшать ее. Видимо, для того, чтобы поднять свою популярность, он применил это за несколько дней, то есть на несколько дней раньше отменил вот эти вот чрезвычайные полномочия. Ну, слава богу, а мы идем дальше. А дальше плохо. Дальше плохо, потому что и Модерна, и Файзер, и другие создатели наших знаменитых уколов уже сейчас спасение для человечества от гриппа. Сейчас они заявили, что вот из-за этого нового штамма омикрон, из-за этого вся картина такая стройная спасение человечества нарушилась, и теперь надо обязательно делать третий укол. То есть для всех, а не только для ослабленных людей. А вот для ослабленных надо делать четыре укола. Я понимаю, что эта чехарда будет бесконечная, эта чехарда будет доходить до того, что люди будут просто перфорироваться каждые 3-6 месяцев. Я уже не говорю о годе. И об этом открыто заявляют все. А также, о чем заявляют, но очень скользь, о том, что уже два поколения, то есть, скажем так, на 30-40 лет, может быть, больше, мы залазим в долги фармии, потому что она снабжает все государства, снабжает этим снадобьем. Это снадобье не дешевое. Мы за него не платим, но наше государство платят и потом забирают это у нас. Таким образом, не только наше поколение, но и следующее, и то, которое придет после него, эти поколения будут в долгах, как в шелках. Есть один такой мрачный у меня юмор, если мы доживем до этих поколений, если они вообще случатся. Мы идем к последней новости от Asmany. Очень интересный ролик от ABC. ABC вообще государственная компания. ABC наиболее... Я называю левацкой, но кто называет? Право я называю. На самом деле, ABC отражает достаточно реальную картинку. И ABC заметила, что найти работу для иммигрантов в Asmany практически невозможно. Они создают какие-то сервисы для того, чтобы... Для того, чтобы что? Для мигрантов это те, которые получили вид на жительство. И тогда в действительности им будет оказана помощь. Для тех людей, которые едут учиться в единственный, очень дорогой и не самого высокого качества университет Австралии, университет Австралии, для этих людей будет крайне сложно найти работу как во время обучения, так и после обучения. А вы знаете, что иммиграцию в Австралию можно получить сейчас практически только если вы получите работу. И работу по специальности. И это признает подтверждающая организация. Она очень нелегко это делает. То есть нелегко подтвердить свою квалификацию, даже если ты работаешь по специальности. Необходимо в действительности описание работы, чтобы очень строго соответствовало запросам. Таким образом, вы дорогие друзья, когда едете в Тасманию, первое, вы сталкиваетесь с очень большими ценами, с плохим климатом, с ужасным в общем-то населением. Вы просто почитайте о Тасмании и поговорите с людьми, которые там живут. Это неплохо приехать и там посорить деньгами, половить рыбу, съесть этого тасманийского лосося. Кстати, он кормится очень интересными продуктами, поэтому я не советовал бы особенно на него налегать, но не в этом дело. И уехать, да, виноградного вина попить. Но если вы будете жить там, вы встретитесь с людьми, которые их называют бесконечная череда поколений неудачников. Это все, что вам надо знать об населении Тасмании. Поэтому, если вы все-таки каким-то образом выживете там и закончите обучение, работу вам будет найти крайне сложно. Я знаю единицы ребят, которые смогли это сделать. Сделать это в других штатах, даже в Дарвине, даже в Аделаиде проще. Я уже не говорю о таких больших городах, как Перд, Сидней, Мирбурн, Бризман, ну и Голд Кост. Там все гораздо проще. Если вы едете в Тасманию, ребята, вы должны очень сильно подумать. И, почитав и посмотрев информацию по ABC, пожалуйста, попробуйте еще нарыть достаточно информации, в том числе и с канала ABC, чтобы реально посмотреть о всех аспектах жизни на этом острове. Почему я очень большое внимание уделил первой и последней теме? Потому что те люди, которые смотрят мои новости, которые, ну скажем так, живут на моем канале, это в основном ребята, которые хотят учиться здесь, в Австралии, и хотят эмигрировать в Австралию. И, соответственно, я должен каким-то образом показывать с того измерения все новости, и те выбирать новости, которые касаются эмиграции, приезда сюда, жизни, обучения людей в Австралии. И я это делаю. Если кому-то кажется это скучноватым, если кто-то хочет больше видеть о заборах, о плоской земле, о танцлагерях, о боях протестантов с полицией, все это есть. Есть у нас Семен Байков с его незабвенным Ози Козак каналом, есть у нас очень много других каналов, и я на них подписан, и я с интересом это все смотрю. Но наш канал рабочий. Мы работаем в направлении, чтобы люди сюда приехали, нашли себе вторую родину, и чтобы здесь у них жизнь сложилась, и сложилась лучше, намного лучше, чем она может сложиться у них дома. Поэтому не обессудьте. И кому это интересно, пребывание на этом канале, добро пожаловать. Я вам всегда рад. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok